Много интересного можно снять на авторегистратор. Некоторым везет снять что-то забавное и прикольное, но при ДТП регистратор уже пригодится не для улыбок, а для доказательства своей правоты. Но регистратор в первую очередь нужно иметь. Сегодня мне пришел любопытный и продвинутый трехканальный авторегистратор, который снимает на три камеры все, что происходит спереди авто, в салоне и сзади. Комплектация посылки богатая, в ней есть все, что нужно для установки и работы системы регистратора. Задняя 2-мегапиксельная камера диафрагмой 1.8, пишет Full HD+, 1080p, 30fps в 160 градусах. Комплектного кабеля с лихвой хватило для протяжки кабеля по салону авто к крышке багажника. Главный блок управления выглядит стильно и солидно, с большим дисплеем и двумя камерами. Передняя 5-мегапиксельная камера диафрагмой f1.4 снимает в 2К качестве, то есть 1440 пикселей 30 кадров в секунду с углом съемки в 155 градусов. Салон внутри снимает 2-мегапиксельная камера Full HD+, 1080p, 30fps, с углом съемки 165 градусов, чего вполне хватает, чтобы снять все, что происходит в салоне авто. Для подсвечивания съемки в салоне камера имеет 4 инфокрасных датчика, которые можно включить или выключить по желанию зажатием кнопки. К этому же блоку подключается и задняя камера через Type-C вход. Питание осуществляется как через присоску, что замечу очень круто, у вас не будут торчать лишние кабеля и мешать вам. Так и можно запитать через комплектный USB-шнур. Да и снять модуль можно в любой момент и забрать его с собой, если нужно. Комплектного шнура в прикуриватель для питания также хватает с головой для протяжки по салону. Для меня шнур даже большой оказался. Как видно, большого 2,5 дюймового дисплея хватает для наблюдения за тремя камерами и просмотра записанных данных, которые конечно же можно пересмотреть не вынимая флешки. Также есть возможность переключения между камерами и выводить любую из них на первый план. В энергосберегающем режиме парковки с обнаружением движения видеорегистратор будет находиться в режиме ожидания, пока не будет обнаружено движение. Видеорегистратор проснется и будет готов к записи, как только вы поедете вперед. При обнаружении столкновения, когда автомобильный видеорегистратор выключен, он автоматически включается для записи удара. При этом устройство всегда должно быть подключено к комплекту проводов или внешнему аккумулятору для режима парковки. Также в устройстве есть переменная чувствительность, за это отвечает G-сенсор, аварийная блокировка видео в папке событий после удара, циклическая запись, автоматическая перезапись самого старого файла, когда карта заполнена, автоматическое отключение ЖК дисплея, чтобы не отвлекать водителя, а также регистратор принимает карты не более чем 256 гигабайт внешней памяти. Есть обновление прошивки для постоянных улучшений и новых функций, а также дополнительный GPS для отслеживания маршрута, местоположения и скорости, но замечу, GPS-модуль необходимо покупать отдельно. Ну и давайте посмотрим на качество съемки камер. Хочу заметить, что видео с каждой камеры пишется в отдельный файл, и при просмотре записи все хорошо видно, и при надобности даже в ночное время, поставив видео на паузу, можно четко рассмотреть номера машины и не только. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok